Тема урока «Пословицы и поговорки». Сегодня на уроке мы поговорим о пословицах и поговорках русского народа. Узнаем, какие бывают пословицы и поговорки. Сравним пословицы разных народов. Бывает так, что мы осваиваем новое дело, а у нас ничего не получается. Нам говорят, без труда не вытащишь и рыбку из пруда, или терпение и труд все перетрут. Два друга увлекаются одним и тем же делом, о них скажут два сапога пара. Хлеб всему голова, доброе слово и кошке приятно, за двумя зайцами собаку съесть. Такие выражения слышали все. Что это такое? Это пословицы и поговорки. Пословица — это краткое народное изречение, имеющее поучительный характер. Пословица всегда выражает законченную мысль. Тише едешь, дальше будешь. Семь раз отмерь, один отрежь. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Волков боятся, в лес не ходить. Поговорка — это краткое народное изречение, метко и ярко характеризующее какое-то явление. Поговорки не выражают законченной мысли. Нет дыма без огня. Говорят, что кур даят. Первый блин комом. Повторение — мать учения. Дуракам закон не писан. Пословицы и поговорки появились очень давно. Их никто не придумывал специально. Очевидно, впервые они произносились к конкретному случаю. Кто-то пытался перейти реку, попадал на глубокое место и начинал тонуть. Его спасали и предупреждали, не зная броду, не суйся в воду. Со временем так стали говорить, когда надо было действовать осторожно. Можно как угодно красочно что-то описывать. Все равно полное представление человек об этом получит, когда увидит сам. Вот и получается. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В пословице самое главное — это ее смысл. Пословицы учат, как надо и как не надо поступать. Главное — понять, о чем говорит пословица. И тогда можно избежать многих неприятностей. Не буди лихо, пока оно тихо. Бесплатный сыр — только в мышеловке. В гостях хорошо, а дома лучше. Все тайное становится явным. В поговорке же главным является ее красота, меткость, складность. Поговорка украшает речь, делает ее красочной, оживленной, веселой. После дождичка в четверг. Не в бровь, а в глаз. Бумага все стерпит. Нет дыма без огня. Пословиц очень много, возможно, на все случаи жизни. Из века в век складывался тот устный учебник, в котором народ закреплял правила поведения при любой ситуации. Упорно трудиться, будет хлеб в закромах водиться. Кончил дело, гуляй смело. Жить, родине служить. Маленькая дружба лучше большой ссоры. Если разбивать пословицы на родственные группы, то можно выделить пословицы о труде, о хлебе, о родине, о семье, о дружбе, о животных, о добре и зле, о зависти и многие-многие другие. Довольно часто пословицами становились фразы из произведений писателей. Особенно преуспел в этом наш великий баснописец Иван Андреевич Крылов. Едва ли не в каждой его басне можно найти пословицу. «Ты все пела? Это дело! Так поди же, попляши!» «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!» «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!» «Слона-то я и не приметил!» Но и другие авторы тоже внесли свою лепту в бескрайнее море пословиц. «Дела давно минувших дней, предания старины глубокой» Александр Пушкин «Знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть» Михаил Лермонтов «Рожденный ползать, летать не может» Максим Горький Пословицами и поговорками богат не только русский язык. Все народы мира облекали в них накопленную веками мудрость. Вот почему нельзя сказать, что человек в совершенстве владеет иностранным языком, если он не знает его пословиц и поговорок. «А поскольку все люди хотят мирно жить, спокойно трудиться, иметь родных и друзей, то и пословицы разных народов во многом схожи. В любой стране уважают аккуратность и трудолюбие, осуждают лень и злость, призывают к защите родной страны». «Нет человека без недостатков» Турецкая «Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается». «Спешащий таракан в суп попадает» Удмуртская «Поспешишь, людей насмешишь». «Если бы кошке крылья, воробьям бы не жить» Лесгинская «Бодливой корове бог рогов не дает». «Если у одной плиты хлопочут два повара, обед пригорает» Ассирийская «У семи нянек дитя без глазу» «Как постелешь, так и поспешь» Гагаузская «Как аукнется, так и откликнется» Имея в виду способность пословиц в одной фразе выразить многое, драматург Александр Николаевич Островский часто брал пословицы заглавием к своим пьесам. «На всякого мудреца довольно простоты» «Свои люди, сочтемся» «Бедность не порог» «Не все коту масленица» «Что за роскошь, что за смысл в каждой поговорке нашей, что за золото» Александр Сергеевич Пушкин «Народные пословицы и поговорки служат отражением народного ума, характера, верований, воззрений на природу» Николай Александрович Добролюбов «В простоте слова самая великая мудрость, пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства в них на целые книги» Максим Горький Максим Горький